По уже сложившейся доброй традиции, накануне в Бресте в рамках программы Олимпийских игр 2016-го состоялся урок для будущих чемпионов. В стенах учреждения подобного рода мероприятия проводятся регулярно. Это позволяет максимально привлечь и заинтересовать юных атлетов, принимать участие в состязаниях различного масштаба, стремиться побеждать, но одновременно не отчаиваться по поводу поражений. Это своеобразный девиз воспитанников училища Олимпийского резерва, 26 из которых принимали участие в Олимпийских играх, двое из них завоевали призовые медали. Наше училище – это достаточно сложное учреждение, где занимаются дети, которые считаются лучшими в своих видах спорта в нашей области. И поэтому наша основная задача – воспитать в детях патриотизм, стремление показывать результаты для того, чтобы флаг Республики Беларусь как можно чаще поднимался на международных соревнованиях. И в конечном итоге наши выпускники должны представлять нашу страну на Олимпийских играх. Здесь именно наш Олимпийский резерв – это тот контингент, с которым работаем мы в спорте. Поэтому это люди, нацеленные на то, чтобы попасть на Олимпийские игры, им это больше всего необходимо. Поэтому, чтобы мотивация была, чтобы ее создать на примере наших спортсменов, которые уже были участниками Олимпийских играх, мы, конечно, и проводим этот Олимпийский урок. Для ребят и присутствующих был подготовлен занимательный фильм про выдающихся белорусских спортсменов и проведена викторина. Среди приглашенных гостей – белорусские чемпионы, в копилке которых немало триумфов и титулов. Они поделились с юными спортсменами секретами успеха и мастерства. Нужно верить в себя, потому что у меня есть лозунг, я всегда повторяю тем, кто немножко сомневается, получится, не получится. Я всегда говорю, неверие в собственные силы – это причина наших слабостей. То есть, если ты будешь верить в себя, то, я думаю, все получится. А если еще будешь при этом хорошо усердно тренироваться, то результат гарантирован. Эти мероприятия стимулируют детей, показывают то, что обычные люди, такие же, как и они, которые точно так же учились в училище Олимпийского резерва, добились уже олимпийских медалей, и они тоже это могут сделать. Это все-таки получается, что те, кто наверху, кто вроде бы только мечта, но такие же люди, как и все остальные. Несомненно, обрещание завоевывали и будут завоевывать медали. Будут занимать призовые места на любых соревнованиях любого уровня и масштаба. Ведь подготовка юных спортсменов в нашем городе всегда в активной фазе, будь то соревнования местного значения или республиканские международные состязания. Подрастающее поколение – это будущее поколение высоких достижений и спортивных вершин.